МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самую беспощадную боль могут причинить нам самые близкие люди. Непреодолимый страх возникает именно там, где должно быть безопаснее всего – в твоем доме. Кто-то годами терпит унижения и насилие в собственной семье и этим разрушает свою жизнь. А кто-то находит в себе силы разорвать замкнутый круг боли и страха. Это возможно. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Для одних это просто слова, а для других – история их жизни. Инна Зайцева по профессии технолог швейного производства. Но так сложились обстоятельства, что работать ей пришлось администратором в пиццерии. Сейчас Инна замужем, ждет своего первенца и мечтает о тихом семейном счастье. Но совсем недавно собственные родители поставили ее в ситуацию, когда она всерьез думала о самоубийстве, и только случайность удержала ее от непоправимого поступка. Ей пришлось пройти через многолетнее унижение, чтобы набраться смелости и сказать «нет» самым близким людям. Я всегда считала, что семья – это самая важная в жизни. Что родители – это самые близкие люди, которые ценят и любят тебя, что бы ты ни сделал. Которые помогут дельным советам. Но со временем я поняла, что я очень ошибалась. И слушать родителей, конечно, можно, но подчиняться им во всем не стоит. Когда мне было 12 лет, моя мама с гипертоническим кризом попала в больницу на месяц. Для меня это был настоящий шок. Я все-таки маленькая еще была, никогда не думала, что это так тяжело. Мне казалось, что я понимаю ощущения детдомовцев. Мне так не хватало маминой заботы и ласки, просто чтобы меня перед сном кто-то поцеловал, рассказал сказку, одеяло поправил. Я часто ночами плакала от одиночества. Отец, оставшись без маминого присмотра, запил, а на меня свалились все домашние хлопоты. Отец даже к маме в больницу забывал сходить. А на меня он вообще никакого внимания не обращал, как будто меня и не было в квартире. Приходилось все делать самой. Даже к маме в больницу я сама ходила и еду ей готовила. Поддерживала чистоту в доме и всякое такое. Такое впечатление было, что я попала в сказку про Золушку. Только вместо злой мачехи у меня был отец. Но ведь кроме меня маме никто бы не помог. Когда ее выписали из больницы, состояние у нее было еще нестабильное. И мне сказали, что ей вообще нельзя волноваться. Иначе может быть еще один приступ, и она снова попадет в больницу, или они вообще не успеют ее спасти. Я очень испугалась. Я не представляла, как я буду одна. Ведь мама была для меня всем. И я честно все детство старалась маму не нервировать, не раздражать, не шуметь и не баловаться. Потому что любая мелочь укладывала ее в постель с очередным приступом головной боли. Они могли начаться из-за неубранной кровати, непомытой посуды. А оценки в школе ниже пятерки я просто не могла принести. Маме сразу же становилось плохо. Тройка по химии. Юра! Юра! Да! Иди сюда! Иди посмотри, какую мы дуру вырастили. У нее тройка по химии, господи. Я не могу, у меня уже приступ. Да и от отца мне сильно доставалось, если я доведу маму. Он на расправу человек очень быстрый, особенно если не трезвый. А трезвым он был дома крайне редко. Спазмы головных сосудов мама тоже иногда снимала коньяком. А я, чтобы было ей легче, взваливала на себя большую часть домашней работы. Список моих домашних дел рос просто с геометрической прогрессией. При этом я старалась стянуть школу на золотую медаль. Поэтому сутками зубрила уроки. Может быть, поэтому я выглядела, как серая мышь. Ты мне хоть рюмку взял? Конечно, дорогая. Ну, мы не при ребенке, а ты что? Ты чего здесь стоишь до сих пор, я не понял. Вперед, учись химией. К сожалению, многие родители манипулируют своими детьми. Причиной зачастую становится неправильное понимание ответственности, которое воспринимается ими как навязчивый контроль и лишение ребенка права на самостоятельность. Стремление манипулировать чаще всего диктуется чувством неуверенности и тревоги, справиться с которыми родителям удается только с помощью тотального контроля и недоверия. А их, в свою очередь, они пытаются замаскировать под что-то благовидное – заботу, беспокойство, стремление сделать как лучше. Болезнь явилась психологической палочкой-выручалочкой, благодаря которой мама Инны могла оправдать любой свой поступок. Она манипулировала дочерью, пытаясь вызвать у нее чувство страха, вины или стыда. Инна еще не понимала, что родители, манипулируя ею, самоутверждали за ее счет и компенсировали собственные комплексы. У меня не оставалось времени на другие увлечения. Даже во двор я никогда не выходила. А про кружки тем более я не заикалась. За них же нужно было платить, а денег семье не хватало. В школе меня зубрилкой дразнили, и особо общаться никто не хотел, разве что домашнюю работу или контрольную списать. Домой к себе пригласить никого не могла, чтобы шумонно нервировать маму. Единственное мое спасение – это были книги, которые я читала в большом количестве. Ну, вот так и росла сама по себе. Закончив школу, я пыталась уговорить родителей поступать на прикладную математику. Это была моя мечта. Я хотела стать программистом, тем более это специально сейчас очень востребовано. Но мама, она была категорически против. Она почему-то вбила себе в голову, что я не поступлю. От нечего делать пойду на улицу, а там обязательно попаду в плохую компанию. Ее не волновали мои мечты, и она сама все давно решила за меня. И куда мне поступать тоже. Я пыталась противостоять и доказать свое право на выбор будущей специальности. Но тут подключился отец. Он всегда был на стороне мамы, разгорелся скандал. Тебе надо поступать туда, куда тебе мама скажет. Да подожди, что ты говоришь? Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Ты вообще понимаешь, куда ты вообще лезешь? Ты обо мне подумала? Хочется ей. А если не поступишь? И что тогда? Мама опять разнервничалась. Начался очередной приступ. Ну что я могла сделать против двух взрослых людей? Это моя жизнь. Ты опять мать довела? Пошла вон отсюда! Пошла вон, я тебе сказал! Как мама и хотела, я поступила в институт легкой промышленности. На неперспективный факультет технологии текстиля. Конкурса не было никакого, поэтому я с легкостью поступила. И, конечно, никакой радости от поступления у меня не было. Но они так решили. А я не смогла отстаять свое мнение. Пришлось пять лет тянуть неинтересный мне факультет и учиться тому, что мне было совершенно безразлично. Да и студенческие годы мне не запомнились ничем интересным, кроме груды, ненужной информации, тонны конспектов и подготовки к семинарам и экзаменам ночами напролет. Главное, что вся эта технология мне так и не пригодилась. Только зря потратила пять лет жизни. Но зато у меня красный диплом. Если бы не эта дурацкая, никому не нужная учеба, я бы много чего могла успеть. Мы с Инной жили на одной лестничной клетке. Ходили в один детский сад, учились в одном классе. И, конечно же, вся ее жизнь проходила у меня перед глазами. После окончания школы всем одноклассникам родители помогли поступить в нормальные высшеучебные заведения. Оплатили курсы, а Инну отправили куда проще. И это при ее-то трудолюбии и золотой медали. У меня уже парень появился, а Инка все одна была. Да она даже на дискотеку со мной ни разу не выбралась. Пару раз порывалась, но после маминых приступов и страшилок все желания исчезали. Да и одеть. Чего-то модного, нормального у нее никогда не было. Какая дискотека? Ты вообще в своем уме? На эту дискотеку только одни проститутки ходят. Ты что, с ума сошла? Ты хочешь, чтобы тебя там изнасиловали? Юра, ты вообще слышишь, что она говорит? Юра, иди повлияй на свою дочь. Она на дискотеку сажала. Ну, пожалуйста, не начинай. Какая дискотека? Кто тебе на дискотеку? Уроки учить? Подростковый период является одним из наиболее критических, сложных в жизни человека. В этот период ребенок начинает пробовать свои силы и протестовать против воли родителей и учителей. Так он отстаивает свое право на взрослую жизнь. Проблема Инны в том, что ее собственная жизнь не принадлежала ей, а принадлежала родителям и распоряжались ею родители. Инна была бесправной марионеткой, гуттаперчевой игрушкой в их руках. Затравленность, неуверенность в себе, постоянный страх, хроническое чувство вины и стыда – вот к чему могло привести подавление Инны в подростковом возрасте. Мама из-за вегетососудистой дистонии работать практически не могла. Все время была на больничных. Отец большую часть зарплаты пропивал. Нам просто катастрофически не хватало денег. Чтобы не быть обузой для родителей, я устроилась на работу. По ночам работала официанткой в пиццерии. Это было единственное место, куда меня взяли без опыта работы. Но я и этой работой была очень довольна. Я так устала от вечных упреков отца и маминых истерик из-за денег. А так я отдавала им большую часть заработка. И они как-то успокоились. Себе я оставляла разве что чаевые, ну и какой-то мелочный проезд. Конечно, откладывать деньги на что-то не получалось. Я пробовала вначале, но отец все равно все забирал. Он твердо был уверен, что все деньги, которые я зарабатываю, принадлежат ему. Я у себя в комнате пыталась прятать, но он находил мои тайники. Я могла прийти и увидеть, что он роется в моих вещах. Ну где я могла прятать дома? В белье, в книгах. А он все забирал и пробивал. А когда я его заставала за этим занятием, он еще и на меня набрасывался. Папа, что ты делаешь? Коя, а ты что, от родителей деньги прятишь, да? Это мои деньги. Зачем тебе деньги? А как мне на работу ездить? О чем тебе? На самолете, на вертолете, на метро я знаю, сколько стоит. Жаловаться на него матери я не хотела. Повлиять на отца она все равно не могла. Я бы только еще один приступ спровоцировала. И опять же, я была бы виновата. Мне пришлось договориться с Аленой, что я буду хранить свои деньги у нее. Нет, чтобы уже взять один раз и дать ему хорошенько по голове за воровство. Это же воровство в чистом виде. И нагорбатилась по ночам в пиццерии. И еще при этом умудрялась днями учиться и дом на себе тащить. А он до последней копейки все у нее забирал. Она за маму постоянно переживала. Боялась, что с ней плохо будет. Но, по-моему, хуже уже, чем Юрий Петрович, ничего не могло быть. При этом домашние обязанности с меня никто не снимал. Родителей не очень-то интересовало, что я устою в институте и на работе. Я просто хочу отдохнуть и выспаться. Все равно я должна была тянуть на себя полностью весь дом. Отец по дому вообще никогда ничего не делал. Он считал, что в доме есть две женщины, и ему ничего не нужно делать. А мама почти все время лежала с книгой и пила коньяк. Вести домашнее хозяйство ей не позволяло здоровье. Она не могла согнуться и подмести или помыть полы. Не могла помыть посуду. Вся домашняя работа вызывала у нее приступы мигрени. Поэтому весь дом, как и раньше, лежал на мне. После окончания института мне предложили место в аспирантуре. Я понимала, что со своей специальностью я работу не найду. А тут научная степень, плюс перспектива преподавания. Ну это же лучше, чем ничего. Но родителей перспектива моей научной деятельности не обрадована. Мам, пап, меня в аспирантуру приглашают. Какая еще аспирантура? Ты что, с ума сошла? Какая аспирантура? Какая научная деятельность? Мы тут с отцом еле концы с концами сводим. Ты что? Я же тоже зарабатываю. Тут еще выяснилось, что маму из-за большого количества больничных уволили из ЖЭКа, где она работала в последние годы. Без моих денег они никак не смогут. Кроме меня, с точки зрения родителей, работать больше было некому. Кормить меня, пока я буду учиться в аспирантуре, тоже никто не собирался. Преподаватели же получают мало, и они кричали, что мне там делать нечего. Дипломы нам в институте выдавали со свободным распределением. Я пыталась найти работу по специальности. Но на нормальные должности, с хорошей зарплатой, требовался опыт работы. А у меня опыт был только официанткой. И я сейчас совсем об этом не жалею, потому что, если бы я работала на другой работе, то не встретила бы самого близкого и любимого человека. Однажды нам на фирму пришел заказ провести интернет в сети пиццерии. Так в одной из них я впервые увидел Инну. Она была такая трогательная. Она мне с первого взгляда понравилась. Своей ответственностью и наивностью одновременно. А может, еще и беззащитностью. Слушай, Инну полчасика всего лишь. Нет, пожалуйста, я не могу. Ну, посмотри, какая погода замечательная. Ну, что ты. Я не могу, не домой. Ну, пожалуйста, полчасика и все. Она вначале с трудом шла на контакт. Я даже думал, что со всеми ей не нравлюсь. Но потом оказалось, что вообще она тогда была такой затравленной. Ей тяжело было с людьми общаться. Проблема в том, что Инну никто не ценил за то, какая она есть. Нахождение в родительском доме приучило ее к мнению, что ты нужна близким только если ты им что-то даешь. Делаешь домашнюю работу за всех, отдаешь свои деньги – ты хорошая. А если делаешь для себя – ты плохая. Инна тяжело шла на контакт, ведь до встречи с Володей состояние любви было совершенно неведомо. В отношениях с мамой и папой чувств не было. Были задачи, обязанности и долг. К чувствам и эмоциям это не имеет никакого отношения. От родителей любви она не получила. Соответственно, не было опыта любить и быть любимой. Поэтому между ней и Владимиром возник незримый психологический барьер, который Инне предстояло преодолеть. И лишь преодолев его, Инна могла научиться любить сама и впустить в свое сердце чью-то любовь. Я гуляла, меня проводили. А если бы вы волновались, могли бы позвонить. Родители вместо того, чтобы порадоваться за меня, очень ревностно восприняли появление Володи в моей жизни. Конечно, теперь я стала еще более независимой. У меня появилась моя жизнь. Но я даже как-то меньше стала обращать внимание на домашние неурядицы. Отец накричал, так он говорить по-другому не умеет. У мамы опять приступ, так у нее приступы по два раза в день. Как-то по-другому я на все вообще стала смотреть. Это было счастье, наверное. Еще и на работе меня повысили до администратора. Родители тоже этому очень обрадовались, только по-своему. Сразу начались расспросы, означает ли это повышение зарплаты. Я даже сразу не поняла, к чему мама клонит, когда она стала рассказывать, насколько ей лучше у подруги на даче, что у нее там приступы проходят, что ей свежий воздух нужен. Мам, выяснилось, что там же рядом продается небольшая дача. И не очень хотят ее купить. Мам, ну, вы если хотите, берите, конечно, кредит. Но я не хочу в долги влезать. У родителей были некоторые сбережения, но их не хватало. Они начали уговаривать меня взять кредит. Мне не хотелось брать такую ответственность на себя. Я, наверное, предчувствовала, что это добро не закончится. Но родители давили на меня, как могли. Потому что кредит могли дать только под залог квартиры, которую бабушка перед смертью оформила на меня. Вот это ты виновата! Вместо того, чтобы о материном здоровье подумать, ее на тот свет отправить хочешь, давай! Но все-таки главным аргументом в пользу кредита стал мамин приступ в мигрене. Пока она ездила к подруге на дачу, приступов почти не было. А здесь опять начались. И я смирилась. Согласилась. В конце концов, тогда все брали кредиты. Кто на машину, кто на квартиру, кто потребительские. Вот и молодец! Вот и умничка! Кровидушка ты наша! Я знаю, что у меня самая умная дочь! Я пыталась отговорить Инну. Доказывала, что при ее зарплате брать кредит – это безумие. Надо же и о себе подумать. Не только о родителях. Но больше всего, что меня возмутило, это то, что она не хотела посоветоваться с Володей. Я надеялась, что именно он поможет отговорить ее от этой затеи. Но Инна уперлась. Сказала, что ее мама без дачи умрет. Она как будто под гипнозом была. В общем, я ей на бумажке просчитала, сколько она переплатит, какую часть зарплаты будет отдавать. В конце концов, мы поссорились, она ушла и хлопнула дверь. Но не нужна была ей эта дача. А если ее родителям так хотелось, то могли бы и сами что-нибудь придумать. Между прочим, взрослые люди. И не старые. Я получила кредит под залог квартиры, в которой мы жили. Тогда меня это совсем не волновало. Я была уверена, что с кредитом справлюсь. Тем более, что родители обещали помочь с выплатой. Такого количества долларов я никогда еще в жизни не видела. Я отдала деньги родителям, и они в течение двух недель купили дачу. Мама была просто на седьмом небе от счастья. И папа вроде и обрадовался. Мне тоже было приятно, что родители купили дачу. И я надеялась, что это поможет маминому выздоровлению. И как-то гармонизирует отношения в семье. Власть над другими – это как наркотик. Ее хочется все больше и больше. И мало кто способен сам остановиться. Проявление вежливости, терпения и доброты воспринимается манипулятором как подтверждение слабости человека. Как следствие, манипуляция усиливается. Инна не замечала, что требования к ней со стороны родителей идут по нарастающей. И удовлетворение одного родительского желания вместо благодарности рождало следующее требование. Родители откровенно использовали Инну. Но Инна не была способна этому противостоять, что дело ее идеальной жертвой для родителей иждивенцев. Первое время все было просто замечательно. Родители проводили все время на даче. Они практически переехали туда жить. В город только за деньгами возвращались. А квартира без споров, скандалов и пьяных папиных разборок была в полном моем распоряжении. Блин, ты чего? Идем. Слушай, блин, неудобно как-то. С пустыми руками. Ты что, Бобеньки, меня родители на даче. Так у меня появилось свободное время и место, где я могла встречаться с Володей. Мы даже какое-то время практически жили вместе. Стойте, я тебя покормлю. Да и с кредитом я первое время справлялась. Может, потому что родителям деньги не нужно было давать. И вообще я без них первый раз как-то вздохнула свободно. Но потом началась осень. И родители вернулись с дачи. Отец снова запил. У мамы начались снова приступы. А Володя уехал обратно к себе жить. А тут я еще и заболела. Сначала грипп, потом осложнение. Начался гайморит и пришлось делать прокол. Из работы я выпала месяц на полтора. И это, конечно, отразилось на моей зарплате. А тут еще бабахнул кризис. Я была в шоке. С трудом себе представляла, что я буду делать с этим кредитом. По новому курсу я должна была отдавать всю зарплату. А жить тогда на что? Кредит же у меня был долларовый. Я надеялась, что на работе мне зарплату тоже пересчитают по новому курсу. Но не тут-то было. На наемных работников социальные гарантии не распространяются. На работе мне быстро объяснили, что так как я пропустила почти полтора месяца, и меня заменяли разные люди, то больничный лист, они мне платить не смогут. Да и зарплата пока что остается по старому курсу. Я не представляла, что мне делать, и как я буду вылезать из долговой ямы. Я понимала, что помощи мне ждать неоткуда. Я не знала, как справиться с безденежьем, как выплатить кредит, как прокормить родителей, как вообще жить. У меня просто опускались руки. Родители помочь с кредитом, конечно, мне ничем не смогли. Мама не работала, а отец зимой вообще по-черному запил. Его зарплату мы с матерью месяца три не видели. В семье практически нечего было есть. Появились долги за квартиру. Одним словом, дома обстановка накалялась. Маме нужны были лекарства. Отец требовал выпивки и еды. А злого отца я очень боялась. Он пьяный и неуправляемый. А когда не похмелится, еще страшнее. Мне приходилось выделять ему деньги на водку и на закуску. Маме на коньяк для снятия спазмов. А на долги и кредит денег не оставалось. Где-то через полгода мне сообщили из банка, что мое дело передали коллекторам. Я была наслышана, что творят эти коллекторы. У нас на работе все время рассказывали какие-то дикие истории. Это просто было как гром среди ясного неба. Инна с детства боялась потерять свою мать, Веру Ивановну. Девочкой она пережила настоящий шок, когда матери стало плохо, и ее забрала скорая помощь. С тех пор Инна всегда старалась не расстраивать маму, помогать ей, взваливая на себя все домашние обязанности. Вера Ивановна большую часть времени болела, а отец сынный Юрий Петрович свою зарплату пропивал. Чтобы помочь семье деньгами, Инна, несмотря на учебу в УЗИ, устроилась по ночам работать в пиццерии. Там она осталась и после окончания института по настоянию родителей. Когда ее повысили до администратора зала, родители уговорили ее взять в банке кредит на покупку для них дачи. Под давлением родителей Инна согласилась. В тот же год случился кризис, и она не смогла выплачивать все задолженности по кредиту и одновременно содержать отца и мать. Родители не собирались помогать ей в этой непростой ситуации, а банк передал ее дело в коллекторскую компанию. Все это очень напугало Инну. Это было просто невыносимо. Настоящий ад. Звонки, смски, письма. Я практически каждый день получала хамские сообщения на свой телефон. Они звонили в выходные рано утром. Понятное дело, что после таких разговоров у меня не просто портилось настроение, все из рук падало. Какой там отдых. Я стала нервной, затравленной. Это ужасно, когда кто-то может так бесцеремонно вторгаться в твою жизнь. Оскорблять тебя. Я же не скрываюсь. Не пытаюсь убежать. Платила, как могла. Для такого морального пресса нервы должны быть просто железными. А ко мне это точно не относится. И у меня началась паника. Я дергалась от телефонных звонков. Боялась открывать почтовый ящик, потому что там тоже лежали письма от банка и коллекторов. Эффект любого психологического воздействия на человека основан на использовании трех компонентов. Убеждение, внушение и заражение. Коллекторы чаще всего используют внушение. То есть словом, пытаются повлиять на эмоции и вызвать страх. Внушение основано на авторитетности источника информации. Вот почему для внушения так важно наличие формы, официально выглядевших бумаг или любых других атрибутов силы и власти. Второе – это убеждение. Тут используется логика. Человека пытаются убедить в том, что любые требования к нему вполне логичны, а значит справедливы. Также эффективность давления базируется на нагнетании страха, на том, что будет еще хуже, и формировании мыслей о всемогуществе коллекторов. Звонки и письма как раз и были направлены на то, чтобы создать видимость, что от коллекторов нигде не скрыться. И на всю жизнь стремилась быть хорошей и правильной. Для нее невыполнение условий договора уже само по себе являлось трагедией. В ее случае любое давление, вызывающее нечувство вины, оказывалось очень эффективным. Я пыталась скрыть свою проблему от родителей, чтобы не волновать маму. Отец бы мне все равно не помог. И из-за этого всего нервного моего состояния у меня ухудшились отношения с Володей. Конечно, он не понимал, что со мной происходит. Я не знала, как ему все рассказать. Алена была права, надо было первоначально с ним посоветоваться. Наверное, нужно было все ему рассказать, но я боялась. Боялась, что он решит, что мне нужны от него только деньги. Я очень не хотела, чтобы он подумал, что я меркантильная. И я не знала, как правильно поступить. У меня такое было ощущение, будто меня в угол загнали. Весь мир против меня. Не смотри, но это не твое дело. Ну, вообще-то я думал, что у нас все дела общие. Я не понимал, что происходит. Инна стала какой-то нервной, что-то недоговаривала, постоянно скрывала, раньше все рассказывала. Делилась своими проблемами. А тут между нами как стена выросла. Я даже подумал, что у нее появился кто-то другой. Просто от всех разговоров Инна уходила, на вопросы не отвечала. Мы начали часто ругаться. Отношения были очень такими напряженными. Я не хотел ее потерять. А она тогда так резко перестала пускать меня в свою жизнь. Я даже думал, что мы навсегда поссоримся. Инна, подожди! Я устроилась еще на одну работу. Приемщиком на складе. Работала ночью, не высыпалась. Вообще чувствовала себя, как белка в колесе. С работы на работу, домой поспать, если успеваю. Навести порядок и снова на работу. Снова все по кругу. Я так жутко уставала, что иногда прямо в транспорте засыпала. Хорошо, хоть на складе между приемами товара иногда получалось дремнуть. Но мне все время снились кошмары про этих коллекторов. Я начала ненавидеть всех, ненавидеть себя. Какая-то черная полоса, и нет просвета. Куда ни ткнись, везде на тебя орут. Что ты смотришь на меня? Ворота открывай! Мне даже отдохнуть нормально было негде. Дома тоже был кромешный ад. Отец напивался, устраивал скандалы, пьяные драки. Дома жрать нечего. Мать болеет. Посмотри, таблетки закончились. Дом за квартиру, а ты лежишь. У мамы из-за постоянных скандалов сильно ухудшилось здоровье. Ей нужно было хорошо питаться, необходимы были деньги на лекарства. Отец, само собой, обеспечивать ей этого не мог. И даже не думал об этом. Зато все время напоминал мне, что они меня выкормили, вырастили, а теперь на старости лет им рассчитывать не на кого. Что я им должна, что я им обязана, что я неблагодарная тварь. А то, что я не спала с утками, ему в голову не приходило. И то, что он вообще может что-то домой купить и за квартиру заплатить, он тоже об этом не думал. Но я на самом деле так уставала на работе, что у меня даже не было сил отвечать на его оскорбления. Мы стали реже видеться с Володей. От усталости я была все время раздражительной. Сказывалось недосыпание, усталость. Это еще больше портило наши отношения. Вов, прости, я не могу. Пока. Теперь я знаю, что надо было сразу все ему рассказать, что он бы мне еще тогда помог. Но я стеснялась, боялась непонимания. А главное, я не знала, как ему все объяснить, после того, как столько времени я от него все это скрывала. Инна никогда и ни от кого не встречала понимания и поддержки. Родители всегда твердили, что она ни на что не способна и сама виновата во всем плохом, что случается в ее жизни. Когда у Инны появился Володя, девушка не могла резко отойти от навязанных ей стереотипов. Сомневалась в том, что ее вообще можно принимать и любить такой, какой она есть. А уж тем более любить с такими проблемами. Поэтому Инне было сложно открыться в Володе и поделиться своими переживаниями. Поэтому она молчала. Я была всем должна. На одной работе, на второй. Обеспечивать родителей, возвращать деньги банку. А родители вообще не замечали, что со мной что-то происходит. Им казалось, все нормально. Главное, чтобы была куплена еда, приготовлена и чтобы я посуду за ними помыла. В итоге у меня начались проблемы на моей основной работе, в пиццерии. Мне быстро объяснили, что никого мои сложности не волнуют. Или я работаю с полноценной отдачей, или могу подыскивать другую работу. Никто не стал бы со мной нянчиться и заниматься решением моих проблем. На мое место быстро найдутся другие работники. Мне надо было собраться с силами. Только взять их было практически негде. Однажды, хорошо, что я дома была одна, без родителей, позвонили в дверь. Мне принесли бумагу с коллекторной службы. Это было официальное уведомление о том, что они собираются к нам прийти, и мы обязаны быть дома. Стояла четкая дата, время, были ссылки на какие-то законы, пункты договора, которые я подписывала с банком, еще что-то. Да и вручили это все официально, под расписку. Я как представила себе, что придут какие-то люди, опишут и арестуют наше имущество, которого и так мало, не дадут получить зарплату, еще могут в воспитательных целях открыть против меня уголовное дело о мошенничестве. Будет суд. И мало ли, что им в голову придет, как я одна со всем этим справлюсь. Я была тогда в таком состоянии, что все это уже воспринимала как реальность. И вот у меня началась истерика. В первую очередь, если к вам обратились коллекторы, вы должны не полениться и перечитать свой кредитный договор. И найти в нем пункт, где обозначено, имеет ли банк право передавать требования возврата долга третьим лицам. Если вы такого пункта не нашли, требуйте от коллекторов документы, на основании которых они пришли к вам с претензией. Поверьте, искать будут очень и очень долго. И не забывайте, что вы должны знать свои права. Коллекторы не имеют права вам угрожать ни письменно, ни словесно. Они не имеют права преследовать ваших родственников, не имеют права входить в ваш дом. Только одно из этих прав будет нарушено, вы должны сразу же себя защищать. Либо же обращением в правоохранительные органы, либо же обращением к адвокату. Последнее я считаю лучшим. Они, конечно, не пришли. Это просто было психологическое давление. Но я поняла, что дальше так продолжаться не может, и нужно что-то решать. Я понимала, что разговор с родителями будет нелегким, но что все так обернется, я не представляла. Однажды я не успела подойти к телефону, на звонок коллектора в ответил отец, который еще по пьяни и наханил. Я очень перепугалась, что теперь они точно сообщат о моих проблемах на работу, меня выгонят. Работаю плохо, нервничают, так еще и с банком проблемы. Но сначала скандал разразился дома. Я пыталась объяснить все родителям, но они меня даже слушать не хотели. Надеялась, что они меня поймут и что-то посоветуют, ну или хотя бы пожалеют. Но не тут-то было. У них во всем была виновата я. Они уже забыли, что это они дачу хотели, а кредит этот я брала для них. Мать, как всегда, страдала с очередным приступом головной боли, а отец опять поднял на меня руку. Я уже не видела никакого выхода из этой ситуации. Я больше не в силах была терпеть побои отца, маминой истерики и обвинения. Я поняла, что им совершенно на меня наплевать. Но идти мне было некуда. Я не представляла, как вырваться из круговорота долгов, что мне делать дальше, как жить с этими людьми, которые уже буквально всю кровь из меня высосали. В тот вечер в их квартире было достаточно шумно. И я сразу поняла, что ее подвыпивший папаша разошелся. Когда в парадном хлопнула дверь, я не сомневалась, что это Инна. Хорошо, что я сразу вышла, потому что минутой позже случилось бы непоправимое. Я даже не представляла, что Инна может решить сама такое. В общем, я ее забрала к себе домой. Я, несмотря на то, что Инна сопротивлялась, позвонила Володе и все ему рассказала. Инку надо было спасать, а он мужик, тем более любит ее. Кому же, как не ему. Володя сразу примчался. Даже с работы срывался. Мы с ним сели, поговорили и решили, как помочь Инне. Договорились, что я помогу выплатить оставшиеся деньги в банк, а Володя мне их потом вернет. Попытка суицида – это всегда поступок отчаяния. Мысли о суициде появляются у человека, когда он ощущает свою беспомощность перед мощными, травмирующими его психику чувствами или событиями. Обычно о самоубийстве думают люди, которые остались со своей проблемой в психологическом одиночестве, в вакууме. Инна не планировала покончить с собой. Ее поведение было импульсивным. Она осталась наедине со своим страхом, обидой и виной перед родителями. Несмотря на все усилия, которые она прикладывала, чтобы выйти из сложившейся ситуации, она терпела неудачу. И, как всегда, брала вину и ответственность за все только на себя. Хорошо, что Алена, вопреки нежеланию Инны, привлекла к решению проблемы Володю. В противном случае, без дружеской поддержки и помощи, Инна, скорее всего, довела бы начатое до конца. Володя сразу повел себя, как настоящий мужчина. Он взял все в свои руки. Для начала нужно было выбраться из долговой ямы. Часть денег на погашение кредита дала Алена, а остальные где-то нашел Володя. С того дня я переехала жить к нему. Я твердо решила не возвращаться к родителям. Но пришлось еще забирать вещи. Конечно, они не были рады потере кормилицы. Мать, поругавшись со мной, слегла, как всегда, с очередным приступом. Отец даже пытался нам помешать. Только тогда я наконец-то осознала всю нелепость ситуации, весь бред, в котором я жила. Всем моим знакомым родители хоть как-то помогали. Кого-то в институт устроили, кому-то квартиру купили, кому-то с работой помогли. А здесь мало того, что я всего добилась сама, так они еще у меня на шее сидели и ничем помогать не хотели. Первое время нам было трудно, но потом мы выплатили этот злосчастный кредит, и стало, конечно, легче. Я знал, что живу с самой лучшей и порядочной девушкой на свете. А потом мы еще узнали, что Инна беременна. После ухода из дома я с родителями вообще пару месяцев не общалась. Я пыталась звонить, но они бросали трубку. А потом я узнала, что жду ребенка. И я обрадовалась, думала, что мама будет рада появлению внука, и мы снова сможем с ней общаться. Кроме того, я надеялась, что мы сможем потом с ребенком ездить на ту дачу, которую они купили за мой счет. Хотела это обсудить. Но за те месяцы, которые я их не видела, отец, видно было, еще больше запил. Да и мама стала выглядеть хуже. В квартире шаром покати, только пустые бутылки. Такое впечатление, что я как ушла, они ни разу не убирали. И реакция родителей на изменения в моей жизни была очень агрессивной. Мам, тебя внук будет. Да какой внук? О чем ты вообще говоришь? Ты хоть бы пришла, хоть бы раз узнала, как мы тут вообще живем. Мама сразу восприняла меня в штыки. Сказала, что бабушкой становиться не собирается. Отец вообще какой-то бред кричал, что пока я жировала со своим любовником, они чуть от голода не умерли. Родители тебе не такие. Ты посмотри на нее. Ты хоть раз пришла, узнала, как мы тут живем. Мы тут еле концы с концами сводим. Мы с голоду чуть не подыхали. Нам даже дачу пришлось продать. И тут выяснилось, что родители продали дачу. Потому что им не на что было жить. Я такого не ожидала. Они все-таки должны были со мной посоветоваться. Ведь это я кредит под дачу брала. Да и как можно, я столько из этой дачи выстрадала. А они мне даже не сказали. Вот это ты видела? Ты о нас думала, когда детей делала? Все! Отец продолжал кричать. И я так расстроилась, что у меня начала кружиться голова. Я позвонила Володе и попросила, чтобы он приехал. В случае с дачей все просто. Инна оформила нецелевой кредит под залог своей квартиры. Деньги банка она добровольно передала своим родителям. Они же реализовали их на свое усмотрение. Приобрели себе дачу и оформили ее на себя. Инна не имеет никаких имущественных прав по отношению к этой даче. Она сможет ею воспользоваться только после смерти родителей. И только в том случае, если до этого они ее не продадут, не подарят. Либо же перезавещают кому-нибудь другому. Для Инны это логическое завершение кредитной истории. Это ее расплата за жалость к самой себе и наивность. Они, конечно, по-свински поступили. Мы же выплачивали кредит. А они продали дачу намного дешевле, чем купили. Даже не поставив нас об этом в известность. Но реакция Юрия Петровича, отца Инны, если его можно так назвать, это была абсолютная дикость. Он пытался ударить беременную Инну. Да что там, он не пытался, а он успел ударить ее несколько раз до того, как я его оттащил. А Вера Ивановна еще и кинулась его защищать. Она обвинила во всем нас. Грозилась вызвать милицию, снять какие-то побои. В общем, мы развернулись и уехали из этого дома. Когда мы приехали после этого скандала домой, мне стало очень плохо. Меня тошнило, у меня очень заболел живот. Володя очень испугался. Мы сразу же поехали в больницу. А когда приехали туда, меня положили на сохранение. Я могла потерять ребенка. Инна почти два месяца лежала на сохранении беременности в больнице. Володя каждый день навещал ее. Но будущая бабушка и дедушка так и не поинтересовались здоровьем дочки и малыша. Когда Инну выписали из больницы, они с Володей расписались. Ни в ЗАГС, ни на скромную свадьбу родители невесты не пришли. Я, конечно, мечтала по-другому замуж выйти. В платье, с родителями, с друзьями. Но здоровье было важнее. Главное, это то, что я обдумала сложившуюся ситуацию и решила больше не общаться с родителями. Совсем. Даже с мамой. Я пока лежала в больнице, она не то, что ко мне не приходила. Она даже не позвонила мне ни разу. Вот так. Инка правильно для себя решила. Ее родители сильно изменились. Я бы даже сказала, деградировали за последнее время. Ведь родители должны помогать своим детям. Или, по крайней мере, не топить их. Ведь нельзя позволять над собой так издеваться. Они буквально кровь из нее пили. Ни во что ее не ставили. Не считались ее желаниями, интересами. Она была для них пустым местом. Родители Инны никогда не воспринимали свою дочь как личность, заслуживающую уважения. Скорее, как бытовую технику, предназначенную для облегчения их жизни. Для них она была предметом, над которым распространялась их безграничная власть. Мать и отец Инны эгоцентричные и психологически неблагополучные люди. Они привыкли манипулировать дочерью для достижения собственной выгоды. И вряд ли по прошествии стольких лет можно говорить о возможности перемен. Решение Инны больше не общаться с ними правильное как для ее психического здоровья, так и для благополучия ее будущего ребенка. Так как есть большая вероятность, что родители и в дальнейшем будут наносить психологический вред не только Инне, но и малышу. Конечно, это было непростое решение, но я больше не хочу с ними общаться. Да, я и сейчас очень люблю своих родителей, но я думаю, меня тоже можно понять. Я не хотела, чтобы моя жизнь и жизнь моего будущего ребенка была под угрозой. Моего малыша еле сохранили, а я испытала огромный шок, когда узнала, что могу его потерять. Я не могу общаться с людьми, которые видят во мне только обязанности по отношению к ним. Их не интересуют мои мнения, мои желания, да и жизнь моя их интересует постольку поскольку. Я им ничего плохого не сделала, поэтому на элементарное уважение я все-таки заслуживаю. А физическое воздействие на человека я считаю вообще недопустимо. Я очень хочу быть другой мамой для своего ребенка. Я хочу, чтобы у него была семья, в которую он всегда сможет с радостью вернуться, а родители всегда поймут и поддержат его, каким бы он ни был.